Привет, друзья, дорогие! Я не пропала, я здесь. Решила сделать вам видео небольших зарисовочек, потому что очень была занята неделя. Помимо того, что у меня неделю болел Костя и Доша, было просто полное сумасшествие. Выходные были очень напряжены. Не напряжены, а насыщены разными событиями. Поэтому я немножечко вам обо всем так покажу, расскажу. Следующая неделя обещает быть насыщенное видео, которое я хочу для вас подготовить. У меня на самом деле даже было какое-то время GoPro, и я планировала с ней сделать очень хорошее видео по программе моей учебной, рассказать конкретно, какие темы мы учим, ну, так говорят, как говорится, сильвус, программа нашего курса. Но видеокамеру эту дают только лишь на неделю в нашей библиотеке. И, в общем, успели мы снять только лишь вообще непонятно что. То, как мы только лишь и Дошка играл, и то мы даже не знали, что ее нужно вытаскивать, ведь она в такой идет оболочке пластиковой, да, защищает ее от ветра, грязи, всего такого. Мы не знали, что ее нужно снять, потому что звука практически нет. Ну, в общем, просто как это выглядит, я вам тоже покажу. Какие-то зарисовочки из нашей жизни за то время, пока нас не было, и я полностью возвращаюсь к вам буквально уже там с завтрашнего дня. То есть вот сегодня вы смотрите, и с завтрашнего дня я возвращаюсь. Все, до встречи, пока-пока. Продолжайте быть с нами. Много новостей, много всего интересного будет в последующих видео в ближайшую неделю. Пока. Вот стою на остановочке, жду автобус. У нас такой снег мокрый идет. Вот оттуда должен прийти автобус. А я стою на такой вот остановке из стекла. Вот такая она здесь у нас мусорка. А здесь вот такая остановочка. Будочка такая. Защищает от ветра, дождя. Я в ней прячусь, как в норке. Стою и выглядываю в свой автобус из нее. У нас обычно здесь людей мало. Поэтому максимум 2-3 человека на таких остановках стоит. Лавочка есть. Ну, сейчас холодно жопой сидеть. Так что я стою. Все, еду в школу. Приехала в магазин. Ужасный снег. Очень быстро выпадает и осаживается. Очень быстро. Костя вот почистил снег через 5 минут. Как будто он его не чистил. Машина тяжело едет. Но я приехала в магазин на покупочки. Попробую сегодня возьму артишоки за 3,99. Мороженое уже готовое, естественно, почищенное, отваренное. Это египетское. Это египетское. Рудьюс и не джипт. Египт стандарт. Буду тушить с мясом. Мне кажется, должно быть вкусно. Доброе утро, Габуленька. Скажи нам доброе утро. Доброе утро, Идошенька. Скажи нам доброе утро. Доброе утро. У нас дождь, снег валил вчера целый день. Я вечером поехала за покупками. И должна была ехать там за подарком для девочки, для вечеринки. Я просто снимаю, потому что, получается, я охватываю как раз, как она зайдет. Чипсики у Габи есть? Да. Чипсик. Габочка опять у нас с утра занята разукрасками. Разукрасками с красками. Вот, раскрыла все свои красочки. И рисует на полу. Так как других мест у нее больше нет в доме. Вторая попытка делать слайм. Я уже купила много клея. Здесь 950 мл. Купила фоум. То есть стенку для бритья. Самую дешевую. И контакт салушен. Ну вот. Так что... Надеюсь, это будет окей. Будем делать сегодня слайм. Ну все, начинаем. Приступаем к проекту. Каждый получил свою миску. Сейчас мы начнем. Габи будет делать голубой, и то будет делать красный. Это габусин кусочек. Покажи, Габи, как ты его тянешь. Мы не делали много. Мы еще пробуем рецепты разные. Мы сделали немножко. А сегодня посмотрим, как себя будет вести слайм. Завтра я иду. Покажи свой. Покажи, как надо им играться. Дай ему время. Он сам должен падать. Не крути его. Делаем крем-мороженое. Габи, что сделала? Браслет? Я в конце добавляла порошок еще. Все-таки порошок дает, конечно, вот это вот. Я знаю, что еще добавляют корнстратч, да, этот крахмал жидкий. Но я жидкий крахмал не нашла, а делать дома мне не из чего было, в общем. Так что, как-то так. Дожки сделали фиолетовый, Габи голубой захотела. Он хотел красный, но это было слишком розовое. И я говорю, давай добавим голубой, сделаем фиолетовый. Ну вот, пока что будем смотреть, как они завтра себя будут вести. И сделаем еще большой. Еще буль больше, чтобы был? Хорошо. Что-то мне надо готовить идти. Папка наш заболел. Так что я с детьми. Сегодня у нас пятница, пей-дей. Так, значит, заготовка для голубцов, для фарша. Сырая морковь, я не делаю зажарку. Красная, паприка красная. Также здесь есть, ну, естественно, приваренный рис, не полностью до готовности. Приправа моего жареного лука. Это приправа, не жареный лук. Сейчас добавлю сюда фарш с виной. И я делаю с пекинской капустой. Я ее слегка сейчас вот, ой, приварю. Она уже будет сейчас готова. Буквально пару минут, вот я выключаю. Сейчас буду вытаскивать листья. И будем фаршировать. Так, все, голубчики уже готовы. Ставим их на плиту. Кстати, начинала я с обычной пекинской, заканчивала обычной капустой, потому что пекинки не хватило. Так, сейчас я буду делать следующее блюдо на сегодня. Это острая такая заправка, которую я ем. Сейчас я дам Габиди. Острая заправка делается с халапеньо, то есть еще острыми зелеными перцами. Можно с красными, у кого какие есть, я купила зеленые. Головка чеснока и любая зелень, которую вы любите. В данном случае я взяла укроп, петрушка и кинза. Кинзу я сейчас вот пока вам снимаю, сразу понимаю, что я не буду использовать. Потому что если я хочу, чтобы ела вся семья, например, кости не будет есть. Поэтому кинзу я оставлю просто для салатов. Поэтому использую пучок укропа, пучок петрушки и халапеньо с чесноком. Иду разбираться с детьми, пока они друг друга не поубивали. Так, не все, а только три перца. Отрезаю хвостики и напополам разрезаю. Хорошо помыть руки после этого. Зелень помыли. И сейчас в этот агрегат будем вкладывать, чтобы высушить. Так, это много, пополовинку. Должно просушиться. Не обязательно делать это хорошо. Эти вот штучки я сейчас отрежу, потому что можно и с ними. Ну, слишком много, чтобы палок не было. Они сделают вкус более таким деревянным. Поэтому сейчас я это срежу, отожму и все заложим в наш миксер. Итак. Зелень. Сейчас мы добавляем соль. Добавляем достаточно большое количество масла. Я думаю, на всю эту порцию порядка стакана масла. Потому что оно будет служить так же, как консерватор у нас. И так же так это готовится. Добавляем сюда масло. Масло, 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 масло. Так. Добавили масло хорошенечко. Все. Сейчас я это все буду взбивать на блендере. И впоследствии добавлю соль и второй пучок зелени. Добавили уже вторую порцию зелени, соль и продолжаем. Это вот все, что получилось у меня с двух очков. Прелесть. Во-первых, это полезная бомба. Во-вторых, оно еще немножечко загустеет. Вот. Я чуть-чуть воды добавила. Но можно не добавлять. Это идет к мясу. Это идет к макаронам. Это идет абсолютно ко всему. Любой закуске. Все, что вы любите. Обалденно просто. Обалденно. Это острая такая. Типа чимичури. Давайте будем так говорить. Просто чимичури не такой острый. Я сделала это все-таки острым. Все. Приятного аппетита. Как я разрезала, я купила грудки куриные. Разрезала их просто пополам. Отделила вот эту вот малую грудку. Просто буду сделать такие, ну, типа, отбивножки. Сначала вот я вот как раз возьму этот свой зеленый песту, который я сама сделала. И песту, которая не совсем песта, но не важно. И вот немножко тоже замариную в этом. Что буду делать дальше, покажу. Так, сейчас у меня уже настоялось. Прошло уже минут 20. Сейчас я буду использовать хлопья. Я их перемелю мелко. И без яйца, в принципе, буду сразу выжаривать, обжаривать их. Ну, в этой присыпке, короче, из овсяных хлопьев. Которую сейчас я превращу в муку. Так, все. Вот такая получилась мучка. Вот, и я много не буду пользоваться. Я не люблю, когда много вот этой зажарки. Потому что много, то есть, в присыпке она берет много масла. А я не хочу много масла, поэтому... Сейчас начнем отжаривать. Вот, пошла бушарочка. Это другая сторона. Вот как она выглядит. Очень красиво. И в конце, когда я их всех переложу вот в этот сосуд, я немного еще в духовочку отправлю. С каждой стороны я обжариваю примерно по 2-3 минуты. 2-3 минуты. Очень красиво. Ну, все. Вот последняя порция. А это вот то, что у нас получилось. Сейчас это в духовочку. Оно очень нежное. О, вкусная прелесть. Стрелесть, так можно сесть и все вот так вот есть за раз, как семечки. Очень вкусно. Да, я знаю, что поздно. Так, смотрим. Пришла первая из 10 посылок. Угу. Из Алиэкспресс. Вот такая вот посылочка. Я заказала разные расчесочки. И разные вещи. Это такая первая часть. Даже не знаю, что конкретно прислали, потому что у меня много всего заказывала. В разных магазинах. Ой, это гифт мне дали. И гифт дали резиночку на голову. О, мой, будет нас это классные расчески. Ой, и даже записочка. Сеньки. Сеньки даже они мне все так. Ну, вот это барбер. Для барберов расческа. Для стрижки ножницами или машинкой на расческе. Две я такие взяла себе. Две. Почему две-две это еще мало? Потому что, когда стрижешь клиента, расческа падает. И, естественно, нужно менять, брать другую. Поэтому их нужно вообще штук 11 иметь разных. И две такие. Катинг-комб называется. Вот такие две. С более узкими и с более широкими зубчиками. BrainBow. We care for your hair. Хорошенькие. Посмотрим, как они будут в работе. Написано, что они не плавятся от горячего. То есть, heat resistance. И все такое. Можно вот четыре дополнительных гребня в мою копилочку парикмахера. Это первая посылка. Продолжение следует...